Сеженье глядит в полуночь, и блажен Раме Божи, обрящих дьяща. Некогда один подвижник Киева-Печорской лавры на Пасху пришел в знаменитые пещеры, где похоронены сотни насельников обители. От полноты чувств он воскликнул, обращаясь к гробам, «Христос воскресе!» и вдруг услышал дружный ликующий ответ, «Воистину воскресе!» Так приветствовали подвижника жители иного мира, граждане Небесного Царствия, которые теперь уже точно, опытно знают, что слова о воскресении Христовом истинны, как знают они и о том, что путь к пасхальной радости лежит через скорби, болезни, лишения, через следование за Христом, иначе в это царствие не войти. Хотя некоторые думают, что можно иначе. И именно в пасхальные дни эта мысль начинает звучать громче. Мол, если человек умрет на Пасху, то сразу попадет в рай. На это профессор Осипов отвечает, учение церкви такого не сказано. Но даже если так и случается, то вовсе не потому, что человек умирает на Пасху, а потому, что он оказался достойным того, чтобы отойти от жизни в этот великий день. И действительно странной была бы наша вера, если бы она утверждала, что человек может жить не тужить, заповеди не соблюдать, в грехах не каяться, и в раз обрести спасение только потому, что смерть его пришлась на праздничный день. Это не вера, а грубое суеверие. Конечно, и день смерти, и вся жизнь человека управляется Богом. И если ко дню своей кончины христианин приходит в конце Великого Поста, очистив душу покаянием, причастившись к святых христовых тайн, то ближним хочется верить, что такая душа не минует Царствие Божие, что не оставит Господь верных своих. Тем более тех верных, которые не одним лишь постом, а всей своей жизнью шли узким и тернистым путем к светлой пасхальной радости и удостоились предстать перед Господом в день Его Святого Воскресения. О таких подвижниках мы и расскажем на ближайших уроках православия. Сегодня мне хотелось бы немного рассказать об одном праведнике нашего времени, старце Константине Шипунове, который жил, подвязался в нашем городе, в Екатеринбурге, в середине 20-го столетия. Родился отец Константин Шипунов в 1777 году в селе Беляево, Пермской губернии, ныне это Пермская область. Родился в крестьянской семье, и с детства у него было стремление к монашеству. Он мечтал о монашестве и действительно хотел поступить в Свято-Николаевский монастырь. Однако старцы монастыря советовали ему лучше жениться, пойти путем мирской жизни, но с такой оговоркой, что впоследствии он все-таки станет монахом. И вот вместо этого отец Константин становится солдатом, поступает в армию, некоторое время он служил. И в этот период происходит его знаменательная встреча с праведным отцом Иоанном Кронштадтским. Мы, к сожалению, не знаем, где это произошло. Возможно, в Санкт-Петербурге, а возможно, в Екатеринбурге, поскольку отец Иоанн был у нас в 1905 году. И вот отец Иоанн, не зная совершенно отца Константина, когда тот подошел под благословение, просто молодой воин, как бы ничего особенного в нем не было, он ему сказал такие пророческие слова «Солдат, мотай на ус, наставником будешь, старцем будешь». И вот эти слова, можно сказать, давали ему, может быть, силы даже выдержать все испытания, которые впоследствии постигли, и надежды на то, что все-таки вот мечта такая в монашестве исполнится. Путь к осуществлению этой мечты оказался и долгим, и трудным. После армии Константин Шипунов вернулся на Урал, стал учительствовать, женился, но брак этот вряд ли можно назвать счастливым. Жена Константина была из богата, она получила хорошее образование, однако по хозяйству делать ничего не умела, да и характер у нее оказался тяжелым. Вот и попал муж между молотом и наковальней. С одной стороны, жена ее богатая родня, которые помогать отцу семейства не собирались. Более того, они часто выказывали ему свое презрение, насмехались над бедным родственником и унижали его. С другой стороны, дом, хозяйство, дети – все это требовало многих забот, тем более, что детей было семеро. Сколько сил и трудов положил отец, чтобы они выросли. Но когда это случилось, жизнь радостнее не стала. И вот отец Константин отмечал, что все в его жизни было не так, как он хотел. Он мечтал о монашестве, пришлось ему жениться. Он хотел хорошо воспитать своих детей, хотел им дать хорошее образование. Собрал библиотеку большую, купил пианино, но все сыновья погибли, а у дочерей сложился тоже трудный характер. И при этом, насколько мы знаем, они были не очень верующими. То есть как-то так не перешло это от отца. После смерти супруги, которая скончалась также в раннем возрасте от туберкулеза в начале 20-х годов, отец Константин принимает священный сан. Примерно это было в 1922 году. По воспоминаниям про тирея Василия Семенова, он был рукоположен ладыгой Григорием Вицковским еще до того, как тот учинил свой раскол. Служил он в селе Орда Пермской губернии, затем, значит, соответственно, в Уральской области относилась. И был очень активным противником обновленчества. И вот, как рассказывают родственники, однажды обновленцу устроили моложный вызов к больному. Отец Константин пришел со святыми дарами, причастил больного, как только вышел из дома, был жестоко избитым обновленцами. Настолько жестоко, что после этого стал очень сильно болеть. И в 1935 году примерно вынужден был выйти даже за штат. Он не мог больше служить именно по болезни. В это же время примерно произошел и один такой, можно сказать, чудесный случай, когда в селе Орда был очень большой пожар, сгорело много домов. Пожар угрожал и дом отца Константина. Тогда он стал горячо молиться перед иконой Божией Матери Толимой и Печали, которая была его келейной иконой всю жизнь. И потом, выйдя с этой иконой из дома, он обошел весь дом с молитвой. И пожар не коснулся его дома, хотя очень много домов погорело. Эту икону отец Константин особенно почитал всю жизнь. Перед ней молился и перед ней скончался. Сохранились свидетельства о том, что в начале Великой Отечественной войны отца Константина хотели арестовать. К нему даже приходили домой, чтобы конфисковать имущество и забрать самого старца на допрос. Но в это время батюшку парализовало, что и спасло его от ареста. После он еще несколько лет тяжело болел, лежа в постели почти недвижимым. И так вся его жизнь, как мы видим, была очень трудной и многоскорбной. Это и болезни, и трудности в семье, и смерть сыновей, и смерть супруги, и нищета, можно сказать. Действительно, после революции, естественно, они нищетствовали, как лишенцы, лишены избирательных прав, вообще все священнослужители. И вместе с тем, удивительно, что даже в таких, казалось бы, трудных условиях отец Константин не только не потерял веру, но старался всю жизнь, так сказать, жить по заповедям, жить по Евангелию и прилежать в молитве. Вот уже когда он ушел за штат, он жил в доме одной из своих дочерей, и Раиса с ее внуком, а затем и правнуками. То есть в доме было четверо маленьких детей. Естественно, что это крик, шум, беготня, кто-то где-то там упал, кто-то где-то подрался. То есть не было никакого уединения, что так важно для молитвы, для монашества, допустим. Отец Константин все время был, так сказать, на юру, возился с внуками, помогал воспитывать. Там вначале детей воспитывал, потом внуков, потом правнуков. И вместе с тем, видимо, у него была вот такая вот ревность или желание все-таки, вот молитва именно. Что, как вспоминают ближние, они все время видели его молящимся. Как бы поздно они не ложились, отец Константин молился. Как бы рано они не вставали, он опять молился. Днем, в любую, так сказать, свободную минуту молился. И, так сказать, даже если занимался какими-то делами, возился с внуками, все равно тихонько шептал молитву Иисусову. То есть он постоянно, так сказать, старался не забывать о молитве, постоянно молился. И, конечно, очень прилижал к смирению и терпению. О смирении и терпении отцу Константину требовалось немало. Хотя бы потому, что жить ему пришлось дочерью, которая унаследовала крутой нрав своей матушки. И к отцу относилась, мягко говоря, неподобающе. Некоторые ее поступки просто врезались в память духовных чад батюшки. Эти люди, рассказывая сестрам Новотихвинского монастыря о жизни старца, по неволе вспоминали не только о его добродетелях, но и о том, в каких условиях эти добродетели проявлялись. Происходило это чаще всего в тех ситуациях, когда к батюшке в дом приходили люди. Тот уж дочь вовсю показывала свое недовольство. Она запросто могла взять в руки веник и начать мести крыльцо перед посетителями, как бы прогоняя их. Однажды к ней в дом пришел нищий старик. Батюшка дал ему одежду, кусок мыла и денег, чтобы тот мог помыться в бане. Как только нищий вышел из дома, его догнала Раиса и забрала у него мыло. Тот со слезами вернулся к отцу Константину. Дедушка, как же мне теперь помыться-то? Отец твердый попросил дочь все вернуть. Она послушалась. Старик баня не лишился, за что родитель от дочери получил сполна. Проводив посетителя, она со всей силы ударила отца поленом по руке. Видимо, чтоб неповадно было милостыню подавать. Однако и такое отношение самого близкого человека не похищало из души батюшки мира и любви. Он был убежден, заповеди Христовы мы должны не просто знать, но и исполнять их. И исполнял, показывая, как на деле обретается заповеданное блаженство, когда тебя гонят за правду, поносят, всячески неправедно злословят за Христа, но велика для таковых награда на небесах. Или, например, был еще такой случай, который свидетельствует тоже о смирении, терпении отца Константина. Однажды, во время Великой Отечественной войны, они с сыном Раисы, с внуком отца Константина Василием пошли на рынок, чтобы что-то продать из вещей, найти деньги, купить себе хлеба, поскольку в доме есть было нечего. Простояли весь день, очень сильно замерзли, ничего, значит, не смогли ни продать, ни купить. Вернулись домой голодные, тут оказалось, что по вражьему научению дочь, значит, выкупила по всем карточкам хлеб и его съела. И вот когда сын был в гневе, сын Раисы, то есть внук отца Константина был в гневе, хотел на нее замахнуться, побить, так сказать, но отец Константин успокоил его, тише, тише, значит, тише, помолимся и сыто будем, молитвами сыто будем. И вот так его успокоил, сам смирился, они помолились и так голодными легли спать. То есть как бы ни было трудно ему самому, он всегда старался во всем смиряться, все терпеть, никогда там не оправдываться, не искать какой-то справедливости. Даже когда ближние уже возмущенные какими-то обстоятельствами, хотели его защитить, кому-то там может быть пожаловаться, принять какие-то меры, он говорил, не надо, пусть как бы вот что Господь дает, то и слава Богу. И так ближним даже говорил, что терпите, только все терпите. То есть вот как уже Господь устраивает, так пусть и будет. И вот это одна из таких отличительных черт была Константина, это именно его терпение всего скорбного, трудного и смирение перед ближними, перед обстоятельствами, которые его постигали. Ну и кроме того, несмотря на то, что вот жизнь и так была очень трудная, 30-е, 40-е годы, они, можно сказать, подчинищенствовали. Тем не менее, он еще отличался и подвижничеством, вот как рассказывали его ближние. Совсем недавно еще была жива супруга, внука Василия Ольга Алексеевна Шипунова. К сожалению, она год назад скончалась, как раз на пасхальной седмице. Вот, и она рассказывала о том, что отец Константин кушал только раз в день, вечером, причем самую простую пищу, сам себе готовил только поздное, там хлеб, какие-то простые каши, овощи, а если получалось несколько таких кушаний, то он сейчас смешивал и кушал из одной тарелки. Спал он на лавке, просто обычная деревянная лавка, покрытая войлоком от, так сказать, старого пальто, и в изголовье вместо подушки, значит, мешочек, набитый сухим камышом, и тонкое одеяльце. Вот вся его, так сказать, обстановка. А жил он в таком маленьком закуточке, собственно, одна комната, просто был, значит, закуток такой отгорожен, стояла скамья его, тумбочка небольшая, скамейка для посетителей, и в углу висело несколько икон. Вот вся его была обстановка. Вот, и вот, видимо, за такое его как бы особенное смирение, терпение, самоотвержение даже, что несмотря на все скорби, на все гонения, ведь это, вспомним еще раз, что это были 20-е, 30-е годы, то есть разгар, так сказать, безбожия в СССР, разгар всех гонений. Вот, несмотря на все, вот, благодаря тому, что отец Константин вот даже в таких условиях старался, так сказать, жить по Евангелию, хранить веру и прилежать в молитве, Господь ущедрил его необыкновенными дарованиями. Он стяжал дар прозорливости, дар духовного рассуждения, то есть он мог руководствовать, так сказать, людей ко спасению, и по его молитвам совершались даже исцеления. Сестра Евстафия, неся послушание помощника председателя комиссии по канонизации святых Екатеринбургской митрополии, собирает материалы для прославления подвижников благочестия. Ей по роду деятельности доводилось беседовать и с духовными чадами отца Константина, и с его родственниками. И многие из них вспоминали случаи, когда батюшка не только совершенно ясно видел будущее человека, но и духовно укреплял его в перенесении грядущих испытаний. Интересно, можно привести еще и такой случай. Одна его тоже духовная чада рассказывала, что однажды она пришла к концу Константина, он вначале посидел так молча, а потом говорит, что вот Магдалина, ее Магдалина звали, Магдалина, говорит, придет такое время, что ты будешь работать в большом-большом предприятии, где будет много-много людей, и вот, говорит, тебя будут спрашивать, веришь ли ты в Бога, и вот, говорит, ты только на нее бойся, только вот если ты скажешь, что ты не веришь, ты пойдешь в ад. То есть только скажешь, что ты веришь. Говорит, ты поняла? Она говорит, ну да, поняла, батюшка. Он говорит, нет, ты не поняла. И стала вот так стучать со всех сил, значит, где сердце, говорит, и вот прямо почти кричать, что запомни, Магдалина, вот придет такое время, когда ты будешь, значит, работать на большом-большом предприятии, где много-много людей, и тебя будут спрашивать, веришь ли ты в Бога. Если ты скажешь, что ты не веришь, то ты пойдешь в ад. Поняла ли ты это? Вот буквально стучать со всей силы себе кричать. И вот она говорит, ну поняла, батюшка, так не поняла. Нет, говорит, ты не поняла. И третий раз, значит, аж повторил, так же бья себя в грудь, что вот, говорит, вот ты запомни, что вот придет такое время, ты, значит, только не убойся, только скажи, что ты веришь, иначе, значит, ну ты не спасешься. Ну вот, ну после того, когда она в третий раз уже сказала, что поняла, значит, успокоился, сразу повеселелел, ну и как бы уже обнадежился, что действительно она сделает все как надо. Действительно, в 67 году, уже после смерти отца Константина, через семь лет, она работала на комбольном предприятии, на котором тогда было несколько тысяч человек. Это она нам сама рассказывала. Она была сама верующая, водила всегда сына школьника в церковь, а муж был такой почти неверующий. И вот однажды к ним домой пришла учительница сына и стала так притворно ласково с ним говорить, что вот там такой-то, такой-то, называя его по имени, что вот тебе же не нравится в церковь ходить, тебя же как бы мама насильно водит. Вот давай тебе денежек дам-то, ты в кино сходишь. А он так серьезно отвечает, нет, говорит, мне нравится в церковь ходить. Говорит, сам не знаю почему, но нравится. И тогда учительница, в конце концов, рассердилась и пригрозила, что говорит, ну вот я тогда вообще всех подниму на ноги на этом предприятии, где вот твоя мать работает. И действительно, у нее там работал муж на этом предприятии. И начались вот гонения на эту вот рабу Божию Магдалину. Она, как сама рассказывала, несколько раз ее вызывали в красный уголок, собиралась в начальство. Значит, ну вот и спрашивали, верит ли она в Бога? Она говорит, да, говорит, верю. В какого ты веришь в Бога, который создал все? Говорит, ну тебя не переубедишь, да ты хоть детей-то своих этому не учи. А вот, говорит, за детей-то я больше всех беспокоюсь. Говорит, мне, ладно, я сама, главное, чтобы дети с Богом были. Вот, они тогда стали грозить, но мы тебя лишим прав материнства. Она говорит, что ну как сделайся, как воля Божия будет, так и будет. Что будет, то будет. А только я верила, верила и буду верить, и детей буду в храм водить. И он, говорит, много-много раз такое пытались перевоспитывать, грозили всячески, даже там газетикам больше про нее писали. Вот, но ничего не помогало. И в конце концов, однажды, говорит, было много работы, так она стояла у станка, вдруг ее опять вызывают. Вот, но тут она же решительно, окончательно сказала, что хоть что хотите со мной делать, но вот я, так сказать, верующая и буду верить. И, мол, не мешайте мне работать, у меня работы много. И ушла от них. Вот после этого, говорит, это был последний раз, когда ее вызывали, после этого еще устроили специальную лекцию антирелигиозную, женщины и религия, на которую она не пошла. Вот, но от нее в конце концов отстали. Вот она сама говорит, что, конечно, если бы не предупреждение отца Константина, то она могла бы испугаться, как-то испугаться и того, что уволят, и того, что какие будут последствия. Но поскольку он уже и так твердо заповедал, то действительно она вот такое мужество проявила, от веры не отреклась. Отец Константин был настоящим старцем. У него окормлялись и монашествующие, и миряне. И всех он учил прежде всего молитве Иисусовой. Причем мирянам-простецам он и наставления давал, казалось бы, самые простые. Например, женщине-труженице советовал, вот ты белье стираешь и читай молитву Иисусову, а то все белье все равно грязным останется. Говорил так специально, чтобы она за суетой бытовых обязанностей Бога не забывала. Для каждого у батюшки находились свои поучения, но все его чадо читали молитву Иисусову. Также всем он советовал читать Евангелие, хотя бы понемногу. А еще советовал заучивать наизусть пятую, шестую и седьмую главу от Матфея и приговаривал, что в этих главах содержится вся суть благовестия Христова. При этом батюшка добавлял, если будешь читать Евангелие, а тем более выучишь эти главы, то станешь как человек, который сидит на высокой горе, и ему оттуда все видно. А если читать Евангелие не будешь, то придется тебе в потемках плутать. Кроме того, старец призывал всех своих чад обязательно совершать дела веры, но особенно дела милосердия, поскольку жизнь в те годы была трудная, и многие нуждались в помощи. У батюшки даже присказка такая была. Когда приходишь к богатым, пей чай у них, а когда идешь к бедным, сам все к чаю приноси. И вот рассказывали, что не раз было так, что отец Константин приходил в какой-то бедный-бедный дом. Но там хозяева радовались, значит, хозяйка была очень рада, говорит, ой, дедушка, значит, как мы тебе рады, но вот угасить-то нечем, ничего у нас нет. И только она отвернется, отец Константин на полочку выкладывал разные печенья, конфетки, то, что брал из храма. И сам же говорил, ой, матушка, как же у тебя ничего нет, смотри-ка, сколько всего. Потом для вида выпивал чашечку чая с конфеткой и уходил, а все остальное оставалось ее детишкам. И вообще отец Константин отличался тем, что он тоже раздавал свои вещи. Например, часто куда-то едет, оденет на себя побольше, а ближний уже знает, что он приедет, у него ничего опять нет. Но люди ему, конечно, приносили, то есть у него было много духовных чад. Одни, допустим, приносили, другим он раздавал. Он вот так себе ничего не оставлял, то есть когда он скончался, то действительно у него ничего не было. Сказал псалмопевец Давид, с преподобным преподобен будешь. Эти слова он обращает к Богу, и святитель Афанасий Великий толкуя их пишет, ты, Господи, праведен, и с преподобным умеешь быть преподобным. Однако слова эти часто в церкви употребляют, чтобы подчеркнуть. Общение с людьми святыми и самому человеку сообщает святость. Поиск этой святости нередко приводил подвижников веры к подлинной духовной дружбе. Такая милость Божья не обошла стороной и старца Константина Шапунова. Надо отметить, что он был в очень дружеских таких отношениях, в духовном общении с преподобным исповедником Игнатием Гевролетином. Они хорошо знали друг друга и посылали друг к другу своих чад. И когда отец Игнатий приезжал в Свердловск на лечение, он всегда останавливался у отца Константина. И именно он предсказал, что отец Константин умрёт на Пасху. Так каким-то своим духовным чадом сказал, что у вас там в Свердловске есть Константин, вы ему передайте, он на Пасху умрёт. И вот отец Константин каждый год потом готовился именно к Пасхе. Исповедовался, причащался. И кроме того, духом они были в общении с преподобным Кукшей Одесским. Неизвестно, знали ли они лично, видели ли они друг друга при жизни. Возможно, какие-то были встречи, когда отец Кукша был в Ссылке. Вот здесь у нас на Урале, около пяти лет он был в Кунгуре. В Ссылке они могли встречаться, но, может быть, они и не виделись. Но тоже известно, что отец Кукша, когда к нему кто-то приезжал из Свердловска, он говорил, ну чего вы ко мне едете? У вас же свой светильник есть, у него, значит, лучи от земли до неба. Это вот он имел в виду отца Константина. Да, Господь открыл отцу Константину, что он скончается на Пасху. Поначалу через его друга, отца Игнатия. А после каким-то образом известил об этом и его самого. И батюшка с этим обетованием не просто жил несколько лет, но и выверял с ним все свои дела и планы, вплоть до 1960 года. Когда к нему пришел один его духовный сын, просил благословения, значит, куда-то ехать, строится Сергею Лавру как раз в паломничество в эти дни. Он сказал, не надо, в этом году никуда не уезжай, тут будь. А на Пасху, говорит, ко мне все приедут. Ну, все ко мне приедут. И так вот и случилось. 17 апреля 1960 года отец Константин скончался прямо во время утренней пасхальной. По болезни он уже не мог выходить из дома. Находился дома, читал канон и во время молитвы, так сказать, предал свою душу Господу. В священном мире и о спасении души наших Господу помолимся. Господи помилуй. Оставление согрешения во блаженном ферманахе Константине. Покое, тишины, блажене, памяти Его. Господу помолимся. Господи помилуй. Многие люди, знавшие батюшку, вспоминали его слова. Вот когда я умру, вы на могилку ко мне приходите. Я потом еще лучше смогу вам помочь. Кто ко мне на могилку будет приходить, того я на том свете встречать буду. Отец Игнатий, когда он скончался, отец Константин, он сказал, что молитва его сейчас выше, чем когда он был на земле. И вот вы к нему приходите, да скажите, как живому все, и он вам поможет. Да панихитал, говорит, по нему послужите. То есть вот такое вот свидетельство, как бы не только даже сам отец Константин говорил, но вот и отец Игнатий незадолго до своей смерти, он сам в 61-м году скончался, через год, он тоже своих духовных чад всех посылал на могилку к отцу Константина. В пользу случая мы бы хотели попросить всех, так сказать, кто сейчас нас слышит и видит, сообщать, если вот какие-то есть такие случаи чудесной помощи по молитвам о покоении отца Константина Шипунова, сообщать комиссию по канонизации Екатеринбургской митрополии, потому что мы все эти сведения собираем. Вот, и если в конце концов их будет достаточно много, то, возможно, будет возможность подать материалы на его канонизацию. Потому что случаев вот его прижизненной молитвенной помощи, прозорливости, исцелений, известно очень много. Вот желательно сейчас как бы забирать сведения вот о его посмертном почитании. Наверное, не будет преувеличением сказать, что на отце Константине Шипунове исполнились слова самого Господа, с которыми он обратился к ученикам в прощальной беседе. «Я живу, и вы будете жить». Из Евангелия и учения Церкви мы знаем, что у Христос есть воскресение и жизнь, и верующий в Него, если умрет, то живет. Но, возможно, не все знают, что по учению святых отцов, кроме этого воскресения, существует еще воскресение души, которое у праведников происходит уже здесь, в земной жизни. Это воскресение заключается в стяжании благодати Святого Духа, в соединении с Господом, что является целью жизни каждого христианина. После знакомства с жизнью старца Константина хочется верить, что он этой цели достиг. С великим смирением и терпением он пережил все, что было попущено ему Богом. Несмотря ни на какие внешние обстоятельства, он всегда стремился к духовной жизни и стяжал в ней благодатные дары, непрестанную молитву, прозорливость, слезы покаяния. Христианство не было для отца Константина некой абстракцией или теорией. Оно было для него практикой, шествием по узкому пути спасения, вечность, в обители Отца Небесного. И надеемся, что Господь, призвав его к себе в день своего светлого воскресения, не лишил его и пасхальной радости, даровав ее навечно. Свят, 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 если Боже, Богородицею помилуй нас.